В этой ситуации от человека ничего не зависит, если вы к нему привяжетесь, как бы вернись, он наоборот уйдет, потому что он увидит вашу слабость. Если вы будете гордо себя вести, он тем более уйдет, потому что он увидит вашу холод. Вам надо стать сильным внутри, то есть вы должны сейчас думать о Боге, а не о нем, но при этом понимать, что вам надо сохранить семью, потому что в своем сердце. Вы этого не хотите, а это очень плохой путь в жизни человека. То есть бывает так, что человек совершает плохой поступок, а близкий, он в принципе не против. Вот вы в принципе не против, и поэтому Бог сейчас гневится на вас обоих. Вам надо пересмотреть свою позицию, иначе вам будет не очень комфортно жить дальше. Я считаю, что от себя я буду по максимуму делать. На данный момент? На данный момент, да. Надо просто стать сильнее внутренне. А то, что вы по отношению к нему делаете, это по максимуму. Но я вам говорю, что надо делать сейчас по максимуму по отношению к Богу, потому что у вас не хватает силы решить этот вопрос. Внутренней силы просто. Бывает человек делает по максимуму, но он слаб, и результат слабый. Бывает делает по максимуму, но он сильный. Результат сильный. Вам надо стать сильной. Если вы будете сильной, то вы не поддадитесь на унижение. Он пытается вас унизить, но вы не унижаетесь. Станьте сильной. Если он будет с кем-то общаться, вам надо от него дистанцироваться, прощать ему, молиться за то, что Бог вернул мужа. Прощать, терпеть, но не унижаться. Если вы как бы унизитесь, то вы его по-любому потеряете. Позволять, предавать себя не надо, но и сейчас нет смысла ему угрожать в этом, потому что он и так вас уже предал почти. Какой смысл с ним что-то делать? Нужно решать вопросы с Богом сейчас, а не с ним. Потому что Бог, если вам даст силы, то его к вас, к вам потянет. И он будет возвращаться. На будущее знайте, что если человек очень сильно, женщина истерично доказывает свои права в отношениях, она всегда разрушает свою жизнь. Это не способ добиться своего. И так разрушают семьи все почти. И не исключение. Решили как бы его доконать, и вот и доконали. Женщина сильнее психически мужчины. Если она захочет с мужчиной что-то сделать, она это сможет сделать без труда. Только вопрос, какие последствия, понимаете? Она же себе хуже делает в этом случае. Станьте сильны, молитесь Богу.